Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов в сельских поселениях округа будет осуществляться по-новому. Соответствующие полномочия предлагается передать на исполнение Заполярному району. В Заполярном районе определился победитель аукциона на пассажирские перевозки по маршруту Искателей, Красная и обратно. Согласно официальным документам, приступить к выполнению рейсов бизнесмен должен уже с 1 февраля. Время новостей на телеканале Север. В студии Ирина Никешина. Здравствуйте. Пенсионерам Ненецкого округа, получающим так называемые бутовские доплаты к пенсии, необходимо пройти перерегистрацию. Заявление можно подать в отделение социальной защиты населения. Компенсационная выплата к пенсии выплачивается пенсионерам, проработавшим на территории НАУ не менее 10 лет и прожившим на территории НАУ не менее 15 лет. У нас положено компенсационный выплат в размере 308 рублей и 3500. Подтверждающие документы граждане должны предоставить либо к нам в приемное время, это вторник и четверг с половины второго до половины шестого, либо через многофункциональный центр. Мои документы. Для работающих это справочки о доходах за предыдущие 12 месяцев и паспорта. Для неработающих копия трудовой и соответственно паспорт. Граждане старше 70 лет не проходят ежегодную перерегистрацию у нас. Также как в плане том, что дети по потере кормильца и дети инвалиды, мы стараемся их ограничить от этого. Напомню, региональная выплата назначается гражданам, размер дохода которых не превышает трехкратную величину прожиточного минимума. В Ненецком округе это 61 380 рублей. Желающих и дальше получать доплату к пенсии ждут до 1 апреля этого года. Кроме того, в отделение соцзащиты приглашают ветеранов труда. Им положена единовременная компенсация 5000 рублей. Данная мера соцподдержки приурочена к 90-летию региона, поэтому документы принимают до 15 июля даты образования округа. Также открыта перерегистрация и на получение единовременной выплаты ко дню пожилого человека. Она предусмотрена для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет. Старший работа в регионе также учитывается. Он должен составлять не менее 15 лет. Документы на получение этой выплаты можно сдать до конца года. Мобильная социальная бригада сегодня побывала в селе Великовисочное. В состав бригады вошли специалисты комплексного центра соцобслуживания населения, пенсионного фонда, государственного юридического бюро, центра занятости, отделения соцзащиты и департамента здравоохранения. Цель проекта – информирование населения о различных мерах социальной поддержки жителей региона, социальных услугах, профилактической помощи и личный прием граждан. Работники комплексного центра соцобслуживания населения планируют встретиться с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию и с педагогами. Кроме того, жители муниципального образования расскажут об услугах центра. У нас в комплексном центре пять отделений. Это отделение дневного пребывания. Там оздоравливаются как дети, так и пенсионеры, инвалиды, взрослые. Есть отделение помощи семье и детям, которые занимаются семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Есть отделение срочного социального обслуживания. Это срочные услуги, продуктовая помощь, консультации, пункт проката средств реализации. То есть, если рассказывать это долго, наверное, будет. У нас есть еще отделение помощи на дому. Там социальные работники приходят на дом к инвалидам, пенсионерам одиноким, кому нужна помощь. Также отделение кризисного проживания. То есть, если человек оказался в трудной жизненной ситуации, он может обратиться в кризисное отделение. И там уже будут работать по индивидуальной нуждаемости с проживанием, естественно. Как нам сообщили в прислужбе администрации НАУ по заявке Щелина и Великовисочного, для нуждающихся социальный десант везет партию одежды, которая была собрана жителями округа в прошлом году в рамках благотворительных акций. Представитель отделения социальной защиты населения проконсультирует сельчан о том, какие меры социальной поддержки действуют в регионе и сроках перерегистрации получателей социальных выплат. Мы едем в целях консультации граждан. Тем более, у нас сейчас началось еще подтверждать нужно право на получение детских пособий. Поэтому, если у граждан будут какие-то вопросы, мы будем с удовольствием проконсультируем, ответим на любые вопросы. Мобильная бригада социальных учреждений посещает муниципалитеты Заполярного района ежегодно. Жители села озвучивают свои имеющиеся проблемы специалистам. Тем самым, имеют возможность на месте решить свой вопрос. Изначально, да, это был проект российского Красного Креста, Нинецкого регионального отделения. Когда проект закончился, уже на базе комплексного центра, мобильный социальный десант, при департаменте здравоохранения и социальной защиты, он уже стал постоянным, ежегодным. Зимой мы выезжаем на треколах, конечно, с организационными вопросами, машиной, и вообще с дорогами, с всем прочим, а с организацией встречи. Летом или, в общем-то, такой период очень весна, когда есть возможность на другом транспорте. В прошлом году мобильная социальная бригада посетила 11 населенных пунктов. За консультациями и помощью обратилось более 160 граждан. Жители Великовисточного смогут обратиться за услугами социальной бригады сегодня, 16 января, с 12 часов. Встречи пройдут в сельском доме культуры. Специалисты будут работать до последнего посетителя. Следующий выезд планируется 18 января в Оксино. Всего с января по июль мобильная социальная бригада намерена посетить 12 населенных пунктов округа. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». За 2018 год список многодетных семей Наринмара, поставленных на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков, сократился на 100 позиций. В течение года городским семьям были перечислены компенсационные выплаты взамен земли в размере 1 миллиона рублей. Выплаты производились из средств окружного бюджета отделением социальной защиты населения НАУ. Как сообщает прислужба администрации города, по состоянию на 15 января в очереди на получение земли для индивидуального жилищного строительства состоят 297 семей. Из них первоочередное право имеют 32 семьи, имеющие в своем составе инвалидов или вставшие на учет до 4 июля 2016 года. Актуальный перечень опубликован на официальном сайте мэрии Наринмара в разделе «Гражданам. Вкладка многодетным семьям». Напомню, право получить взамен земельного участка компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей многодетным семьям предоставили с конца 2016 года. В 2016 денежные компенсации получили 15 городских семей, в 2017 – 78 семей, в 2018 – 100 семей. Проблему обращения с бытовыми отходами обсудили депутаты окружного собрания вместе с главами муниципальных образований Ненецкого округа. С этого года страна перешла на новую систему обращения с бытовыми отходами. Регионы получили право назначать компании-операторы, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизацией твердых коммунальных отходов – от мусорного бака до специального полигона. Справится ли с поставленной задачей Ненецкий округ, расскажет Ольга Русул. В полном объеме на такие принципы работы перешли 60 из 85 субъектов федерации. Еще в 11 операторы есть, но пока действуют не по всей территории. Регионам о их число вошел Ненецкий округ, где в прошлом году не успели провести открытый конкурс для отбора компании-оператора. Разрешили ее назначить, но с обязательным условием провести конкурс уже в 2019 году. Региональный оператор в любом случае у нас появится. То есть, ну, понятно, что он с 1 января 2019 года не появился, но федеральное законодательство обязывает с 1 января 2020 года в любом случае, чтобы он появился, был и может быть там вот один там на селе, другой в городе. Но в каком-либо виде он будет. То есть, понятно, что полномочия уже в дальнейшем по транспортировке, по транспортированию, по размещению, по утилизации это будет лежать уже на региональном операторе. Несмотря на то, что время на организацию процесса централизованной утилизации мусора в регионах еще есть, прокуратура регулярно выносит муниципальным образованием округа предписание о грубых нарушениях экологического характера. Суды налагают штрафы. Буквально вот утром было заседание судебное, да, где рассматривалось дело в отношении мест накопления по Оксино, такое же у нас по Хангурию, по Каменке 17 и 22 числа. И выйдя заседание, да, вот как-то даже руки опускаются, просто не представляешь, как это можно будет сделать. Потому что территория объемная. Как это все собрать, куда это вывезти? Отсутствие транспортной инфраструктуры между населенными пунктами – один из самых крупных камней преткновения в вопросе утилизации бытовых отходов в муниципалитетах. Если, к примеру, с поселка Красное мусор можно вывезти на машине, то как быть таким селом, как Неси и Усть-Кара? Ведь утилизация отходов должна производиться строго в соответствии с законом. Мы не имеем лицензии, то, что уже говорил Александр Павлович. А лицензии имеет только одно предприятие, о котором сегодня упоминалось, и упоминется еще, наверное, Северный Желком сервис. Единственное предприятие, которое имеет лицензию. А кроме того, вот сейчас вот было сказано здесь о том, что закон позволяет, если не выбран региональный оператор, возложить эти обязанности договориться с Северный Желком сервис. Впрочем, проблема не только в отсутствии инфраструктуры, но и финансовая составляющая играет роль. Оборудование специальных мест в муниципалитетах для обращения с отходами – это еще и большие денежные затраты, ведь на сегодняшний день ни в одном поселении нет законного места для складирования и утилизации мусора. Пока нет даже понимания, как это можно сделать, и в какие деньги это выльется, и на какие иски, пока это не начнет работать, мы выйдем. А прокуратура, она обязана надзирать над законом, да. А у нас, мы понимаем, то, что сегодня есть в двух-трех поселениях, будет во всех сорока. В проекте выделить в округе двух региональных операторов. Один из них будет обслуживать город, другой – населенные пункты. Ситуация, на самом деле, действительно печальная. Мы, несмотря на то, что нам, как мы уже сказали, что-то будет комфортно, мы прекрасно понимаем ком, проблем, который свалится, и не свалится, а уже свалился. И совершенно очевидно, что в любом случае вообще формировать всю инфраструктуру, всю культуру мусора, оборота на территории округа, в любом случае нам придется. И если мы не захотим это делать сами, нам коллеги из прокуратуры помогут. В частности, предлагается исключить из полномочий сельских поселений участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых муниципальных отходов и передать их на исполнение Заполярному району. Напомним, что до 1 января 2023 года по закону все временные полигоны должны быть закрыты, а свалки расчищены и рекультивированы. В Заполярном районе определился победитель аукциона на пассажирские перевозки по маршруту «Искатели» и «Красные» и «Обратно». Им стал индивидуальный предприниматель Валерий Рочев, сообщает прислужба администрации. Там отметили, в ходе торгов стоимость контракта была снижена более чем в два раза, до 3 миллионов 700 тысяч рублей. Согласно официальным документам, приступить к выполнению рейсов бизнесмен должен уже с 1 февраля. Итак, в будние дни отправление с конечной автобусной остановки в «Искателях» запланировано на 7 и 18 часов, а выезд из «Красного» в 8.20 и 19.20. В выходные и праздничные дни из «Искателей» рейсы будут осуществляться в 10 часов и 19.50, из «Красного» в 11.20 и 21.10. Транспортное пассажирское сообщение будет прервано только в мае-июне на период весеннего половодия, говорится в сообщении. Добавлю, стоимость проезда в одну сторону составит 250 рублей для взрослых и 150 для льготников. К последним относятся женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет, а также ветераны труда, студенты очной формы и школьники. В эти дни в поселке Красное работает мобильный медицинский отряд. Напомню, в Ненецком округе он существует с 2007 года. За это время возможности и техническое оснащение специалистов постоянно меняется в лучшую сторону. Для организации медицинской и консультативной помощи в Красно отправилась бригада из 14 специалистов. Хирург, терапевт, офтальмолог, педиатр, акушер-гинеколог, стоматолог, отоларинголог, психиатра-нарколог, невролог, а также медицинский персонал. Причем некоторые из них приехали впервые. Так врач-аккушер-гинеколог Татьяна Бектубаева к передвижному медотряду присоединилась 30 августа прошлого года. Она уроженка республики Башкортостан. До приезда в Ненинский округ работала в Екатеринбурге. Здесь все замечательно, коллектив замечательный и население очень специфическое, замечательное, совершенно все радушные, очень тепло приняли. И оборудование очень хорошее, позволяет всем обеспечивать все, что нужно, все есть. В этом году бригада получила новую УЗИ-аппаратуру и уже приходит к тестированию телемедицинского оборудования, при помощи которого станет возможным дистанционно получать результаты, кардиограммы и анализов пациентов. Также в феврале передвижной медотряд ожидает новый рентген-аппарат, который уже находится в Центральной районной поликлинике и проходит ряд испытаний. Поступил аппаратно-программный комплекс системы удаленного телемедицинского консультирования. Сейчас второй день производятся настройки его. После того, как произойдут настройки, введем его в эксплуатацию. Активно использовать этот аппарат будем с 17 января в поселке Красном. Попасть на прием к врачам можно в порядке живой очереди. Местные жители приезда медбригады ждали с нетерпением, ведь не всегда получается выехать в город, чтобы пройти комплексное обследование. Я очень долго ждала нового оборудования, и хорошо, что есть мобильный отряд, который может нас проверить здесь, в поселке Красное. Замечательно, что у нас есть в Красном такая амбулатория, где принимают врачи, потому что в городе попасть очень сложно к специалистам. Записаться даже по телефону довольно-таки сложно. И у нас еще проблемы с транспортом, то есть нужно подстраиваться под автобусы. Также передвижной медицинский отряд проводит комплексное обследование и выдает необходимые заключения студентам и ученикам старших классов для поступления в высшие учебные заведения. В Красном специалисты будут работать до 31 января, после чего мобильная медицинская бригада посетит поселки Нельминос, Андик, Макарова, Тельбиска, Харута, Ома, Несь и другие. Олег Итанзейский, Наталья Кислякова, Вадим Стасюк. Телеканал Север. В региональном парламенте состоялось первое организационное собрание Общественной молодежной палаты при собрании депутатов НАО. Первую встречу провели заместитель председателя Максим Арбузов, председатель постоянной комиссии Александр Чурсанов и руководитель аппарата регионального парламента Татьяна Маламан. В состав Общественной молодежной палаты при окружном собрании вошли 15 молодых законодателей, которые будут исполнять свои полномочия на протяжении двух лет. Это представители разных общественных организаций. Среди них клуб активного отдыха «Белый лес», «За здоровый образ жизни НАО», Всероссийское физкультурно-общественное общество «Динамо», «Молодая гвардия Единой России» и «Народный фронт за Россию». Участники встречи обсудили повестку предстоящего первого заседания Общественной молодежной палаты, которое состоится 17 января. В повестке заседания – избрание председателя палаты и формирование постоянных комиссий. Также на ближайшем заседании участники обсудят план работы молодежной палаты на предстоящий год, в том числе предложения в сфере совершенствования молодежной политики в округе. В Ненецком округе утвержден план национального проекта образования. Он будет реализовываться до 2024 года. Нацпроект реализуется во всех регионах страны. Его основными задачами являются обеспечение конкурентноспособности российского образования и воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Региональный план национального проекта предполагает запуск ряда подпроектов. Успех каждого ребенка, поддержка молодых семей, молодые профессионалы и другие. Так, согласно региональному проекту, современная школа в 2021 году в НАУ планируется ввести в эксплуатацию школу-сад в поселке Нальминос. В 2023 году – школу-сад в Шоне. В 2024-м новая школа откроется в Бугрино и поселке Искателей. В 2022 году планируется завершить строительство нового здания Ненецкой специальной коррекционной школы-интерната и перевести обучающихся из старого здания, износ которого составляет более 50%. Услугами дополнительного образования к 2024 году, согласно плану НАЦПроекта, будут охвачены порядка 80% окружных детей возрастом от 5 до 18 лет. НАЦПроект также ставит цели по вовлечению молодежи в творчество. Численность молодых людей, задействованных в конкурсах, смотрах, фестивалях и форумах по развитию творческих навыков, к 2024 году планируется увеличить с 15% до 45%. Кроме того, в рамках национального проекта запланировано повышение квалификаций работников в сфере образования, поддержка приемных родителей и другие мероприятия. Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...